расклад будет на двух колодах на таро malefic и на некро таро 13 почему на 2 я сейчас объясню это не просто так ничего тут просто так нету расклад на отношения можно спрашивать о любви можно спрашивать о деловом партнерстве и очень желательно спросить о своих близких в семье можно другим можно выбрать хоть все 12 вариантов разных но только надо определить кто есть кто я хочу подчеркнуть что очень часто истинное отношение наших близких как мы считали скрывается после смерти через 50 лет и через 70 лет скрывается и это очень очень нередко поэтому такие вещи нужно подумать и посмотреть очень внимательно даже если вы не поверите услышанному или сомневаетесь просто запомните так на всякие случаи я уверена почти на сто процентов что пройдет даже десятки лет и в это вспомните и осознаете то что вы сейчас услышите можно спрашивать и любимую на malefic я буду говорить об отношениях она не кротору что в эти отношения вмешивается лучше не просканируешь 12 вариантов верху 1 2 3 4 2 ряд 5 6 7 8 вариант и третий ряд 9 10 11 12 вариант и жмите на паузу я начинаю с 1 1 вариант смотрите наверху 18 аркан перевернутая это луна король пентакли прямой двойка жезлов перевернута на некра и шут прямой ну в общем то написано все на картинках не обязательно даже пояснять но я все-таки расскажу на она перевернутая и неважно кто вы он или она вы в этом паре выступаете этой луной она перевернута на зависимом положении а король пентакли он прямой он очень свободен он уверен это ваш партнер по жизни по бизнесу он она значение никакого это не имеет и иметь не должно вы всегда будете для него в подчиненном положении в зависимую и если вы только посмеете что-то сказать вас просто выкинут ведь он даже руки так отвел он вас будет защищать он вас будет опекать не важно кто этот человек но пока вы ему упоминуетесь во всем разбить ваш союз хотят по двойке жезлов на некра таро это как бы порчи ну у вашего короля пентакли мощнейшая защита это шут шута конечно никакая двойка жезлов не пробьет а вот вас пробивает вот он вас будет защищать но вы будете в зависимом положении если это вас устраивает на терпите нет не терпите это типа работаю как это жезла еще и работа значит вот вашу работу обслуживать короля третий сортные служанки неважно кто ваш король и вы дамы или парень никакое значение имеют во все равно быть его три служанкой и ним и не смей мне возражать называется такие отношения но взамен вот я тебе дам чего посчитаю нужному что ваш король там посчитает нужного то и даст такой вариант 1 второй вариант ястица прямая императора прямой 4 арка башни перевернутая и пятерка мечей перевернутая но это пара на подстать юстиция император они равны друг другу они оба с мечом и каждый готов постоять и друг за друга и против всего мира и защищать это это напарники это настоящий партнер и ему башня нипочем они перешагнут и не заметят эта пара способна перешагнуть любые неприятности а уж там всякую пятерку мечей жалкие взгляды и попытки причинить им боль они просто не заметят это царственная пара они равны они образованы они умны они хорошо владеют словом как императора и юстиции хорошо владеют законом они прекрасно себя чувствуют в обществе в любом могут акклиматизироваться они любому навяжут свою волю прекрасная пара два руководителя и они друг друга не задавливают а они поддерживают друг друга они повернуты к друг другу эти фигуры если бы они по-другому сложились первый был бы император они отвернулись и так они повернута даже этим парам и важны ни почем очень и в жизни и в любви и в делах но я не знаю где-то порогла бы плоха и не могу так сказать что они очень материалистичны нет их и стремятся к благам нет но они в любом обществе навяжут свою волю и утвердятся ночью хороший союз что для дружбы что для любви что для партнерства делового им равных нету прекрасный союз второй вариант просто прекрасно третий вариант семерка жезлов перевернута королева кубков прямая десятка жезлов прямой тринадцатый аркан смерть перевернутая но тут вроде дама кубков очень обнадеживает дама кубков все-таки любят отношения легкие но в эти отношения столько вмешивается от кратников порчи и порчи насмерть до вдовства что устоять невозможно этот союз обречен ему смерть вот тринадцатый аркан если вы будете упорствовать это может перерасти и ухудшение ситуации до смерти физической кого-нибудь он проиграется и не важно о ком вы спросили эмоции у вас есть эмоции настоящие по даме кубков вы хотите вы быть связаны с этим человеком ничего не поделаешь вас так окружили и порчи и крадники а бороться с этим не умеете вас нету ничего из арсенала вас магически просто под орех разделывают или вам надо искать тут помощь практика реального или так и будет у вас очень сильно обложили любовь хорошая обложили так что тут не справиться со всех сторон вот такой выбор третий вариант любовь да она есть ну вот не пробиться просто крадник порча смерть так обложили со всех сторон вот такие вещи все третий вариант четвертый вариант король жезлов тройка жезлов перевернутом пятерка пентакли перевернута влюбленные шестой аркан прямые вот такой интересный вариант что отношения то изначально деловые были вообще деловые может вы встречались по делу может вы коллеги может вообще никогда не думали а вот они пришлось тут любовь но если идет речь там о двух мужчинах то это очень хорошая дружба с взаимопомощью доверием выручка или это любовь влюбленные постепенно постепенно ключик найдется но самый вероятный тут вариант что вы считаете что этот человек просто у вас работает или вы с ним работаете ли вы у него работаете и не подозреваете а он решил по-другому подберет ключик к вашему сердцу вот и ключи и влюбленные ключик к замку подойдет воздадитесь что если вы о ком-то загадали если вы думаете что этот человек вам равнодушен вы подберете ключ к его сердцу тут бесспорно непрошибаемый король жилов перейдет в шестой аркан влюбленные такой вот очень интересный вариант редкий но он бывает когда служебный легкий роман или интрижка перерастет что-то больше любленно это все-таки хорошее отношение стабильнее никакой тут порчи ничего нет никто не вмешивается может потому что не догадывается но не вмешивается никаких влияния нет все четвертый вариант пятый вариант очень интересный рыцарь жезлов перевернутый двенадцатый аркан повешенной прямой пятерка кубков прямая и двойка кубков прямая а вот мужчины должны таких девушек сторониться и избегать потому что хочешь ты или не хочешь ты полюбишь и будешь всегда с ней рядом и женишься неотразимо хочет он не хочет он полюбит вообще как это мужской выбор святое но вот тут его нету такую девушку встретился ну если это дружба то такая на всю жизнь тоже это человек такого для вас обаяния будет встретил все повешенная с двойкой кубков это связь на всю жизнь во первых она неразрываема никакого тут вмешательства нет и никуда вы не денетесь потому что этому пожелу жезлов меч вручает сила вот видно на картинке так что поэтому так сказал таких нужно обходить страну встретил на всю жизнь остался но так очень хорошо никаких нету повреждений ничего и человек даже не думает о том что случится еще вообще не думает вы даже не догадываете что он такой человек встретиться что паж жезлов на картинке он занят совсем другим он и не собирается этого делать но вот события так сложится что приведут так что вот такой хороший вариант пятый уникальный тоже седьмой вариант тройка пентакли перевернута десятка пентакли девятка пентакли перевернута шестерка кубков прямой туз мечей прямой а тут вообще никаких эмоций нету это эмоции из-за вашей денег чего угодно из того что у вас есть и девятка пентакли этого человек довольно богатый и вполне возможно это ваши родственники по шестерке кубков завидует эти люди вам нанесут меч в спину под видом улыбки и дружеской встречи под видом шестерки кубков это может быть новая дружба по жизни или любовь может быть ваши родственники но вас ждет только меч в спину за ваших денег а так внешне все любезно до шестерка кубков они обаятельные они вам улыбаются цветы дарят а вас ждет меч в спину над спину вы не ожидаете ожидать не можете такой расклад имейте виду никаких там чувств нету даже в поменьше никогда и не было их ничего кроме фальши вообще ничего кроме фальши тут нету вот все шестой вариант на этом все седьмой вариант девятка кубков и десятка кубков прямые рыцарь пентакли прямой и девятка жезлов что значит порча это великая любовь действительно великая нежная романтичная по прямым кубкам и часть окружающих хотят вам помочь по прямому рыцарю пентакли часть очень усиленно вам кидают порчи но они не разобьют ваши отношения не не смогут вы останетесь вместе и любовь вашим будет счастливой что говорят карт это великая любовь нежная это романтика это красота ничего негативного не несет но завидует позиции ну так есть многие считают что вот если он придет на место этого любящего человека и его будет также любить на самом деле у каждого своя судьба нельзя занять место другого и такого рода разговора что у меня там нету чего есть у них у нее полная ерунда потому что у каждого свой гороскоп каждая своя личность своя судьба надеюсь на хорошая красивая любовь девятка десятка кубков это все седьмой вариант восьмой вариант солнце прямой императрица прямая паш кубков перевернутый девятка мечей прямая ну это вообще мечта просто солнце с императрицей это и любовь и партнерство и поддержка и оба умные оба образованные оба необычные и нестандартные и не бедные папажу кубков это великая любовь да завидует может засловят пытается сделать больно но это ничего особо не значит в итоге это все вернется завистником потому что клинок повержен поверну в другую сторону императрица с солнцем победят в любом случае у них и блок хорошие все они атаковать могут это прекрасная пара пара равных с истинной любовью никого не любят так как пажа кубков тут еще и паж кубков и не друг другу помогает и уважают и ценят ну в общем такая любовь как на веках воспятая и благородные вообще мне просто сложно представить кто нибудь лучше и блок у них есть и обороняться умеют и деньги у них есть и доход есть дети есть если хотят если не хотят детей нету в общем прекрасная пара вообще лучшая в раскладе ну и вообще в жизни сложно представить даже что-то лучше это на всю жизнь еще с пажом кубком жуткой привязанность вот если пара мужчина женщина мужчина будет женщина опекать как своего ребенка и как девушку любите как ребенка самое хорошее все восьмой вариант все самое хорошее на этом все девятый вариант кстати начинается он тоже с десятки мечей с мечей рыцарь кубков ой паж кубков что гораздо интереснее и восьмерка мечей десятка и восьмерка мечей и пятнадцатый аркан перевернут он тут мне несет своего прямого значения абсолютно он не связан с высшей силой пятнадцатого аркана а говорит что это роковая страсть это девушка роковая страсть это все таки девушка это девушка роковая страсть все для нее вот весь мир Не жалко повернуть Ее любовь как выигрыш И такая болезненная Даже азарт Болезненные отношения К мячам Десятки и восьмерки Это отношения как болезнь Азарт, страсть и выигрыш Она красивая очень И ради этого Ничего не жалко положить Любовь такая Кинодиве С избытком болезненности С избытком каких-то страстей Ревности И Мучают друг друга еще Мучительное Болезненное Отношение Которое порвать Гораздо больнее Чем вот так страдать Такие пары обычно Бьют стекла Кидают друг друга Сковородки Из ревности Подозревают Ты там В молодости С кем-то встречался Или ты встречалась Еще не дай бог Замужем Была Или женат был до этого Хотя воспитывают Вместе там Ребенка От первого ее брака При этом Исходится ревности Что кто-то у тебя Там когда-то был С двух сторон Совершенно Такое вот Или это Любовь кинодиве Или это Мучительное Отношение Чувство Настоящее Но очень Мучительное И каждый Конечно Выбирает Он это будет Терпеть Или порвет Но эти связи Очень долго Не длятся Слишком Мучительные И еще раз говорю Пятнадцатый аркан В этом смысле Не несет Свою Такую Прямую Функцию Высшей силы У него Другое Значение Нет Вот Все Девятый Вариант Тринадцатый Аркан Смерть Прямой Десятый Вариант У нас Карта Высших сил Прямая Второй Аркан Жрицы Перевернута И Пятерка Жезлов Перевернута Это Вообще Не любовь Тут никаких Эмоций Нет Это Испытание Высших сил И Они Смотрят Как Вы Проходите Это Вообще Не эмоция Никто Из Загаданных Тут Не Испытывает К вам Эмоции Высшие силы Просто Наблюдает А почему Для Чего Звезда Пятерка Жезлов Сила Сила Умеренность Из Кажем Аркан Императрица Не Не Смотрят Как Вы 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 Крутитесь Из Этих Отношений Просто Наблюдают Это Ваша Задача Разгаска Как Среагируете Это Испытание Ваше Если Это Ваши Родственники Это Всего Лишь Ваше Испытание Никаких Чувств У них К вам Нет И Никогда Не Было И Дальше Никогда Не Будет У смерти И У Жрицы И Тем Более У Пятерки Жазлов Никаких Эмоций Нет Кроме Отрицательных Это Чистой Воды Испытание Десятый Вариант Это Не Отношения Вот Все Что Могла Сказала Одиннадцатый Вариант Шестерка Мечей Шут Прямой В этой Колоде Очень Некрасивый Это Нехороший Знак Императрица И Луна А Тут Это Тоже Не Отношения С Вами Развлекается Развлекается Человек С Большой Силой И Очень Большим Потенциалом В том Числе И Магическим Императрица С Луной Он Играет Роль Пьесу Некой В Вне Актер А Он Режиссер Он Ставит Какие-то Свои Эксперименты Наблюдения Для своей Выгоды Вас Используют Но Это Никакие Не Отношения Можете Не Рассчитывать Этот Шут Игрок Просто Императрица Конечно Отвечает За Семью Но Не В Нижнем Не В Этом Раскладе Где Кто Влияет А Влияет Как раз Этот Ваш Партнер Это Он Или Она Не Важно И Магия Он Пользуется Вовсю И Управляет Вами Для И Делает Из Вас Вот Этого Шута Что Не Очень Красиво С Страны Человека С Таким Могуществом Ну Вот Он Делает Изучает Имейте Ввиду Вы Объект Экспериментов Это 100% Каких-то Его Загадочных Таинственных Ну Вот Все На Этом Одиннадцатый Вариант Двенадцатый Вариант И Последний Десятка Жизлов Прямая Шестерка Кубков Перевернута Карта Высших Сил Прямая Умеренность Перевернутая Это Тоже Не Отношения Как И В Предыдущем Варианте Таин У вас Их Отбирают Все Время Потому Что Шестерка Кубков Перевернута И Наблюдает За вами Это Для вас Выше Страданий Всяких Умеренность Перевернута И Пронзенная Мечом За вами Наблюдают Тоже Как Вы Справитесь Просто Наблюдает Вам Не дают Со стороны Высших Сил Наладить Отношения Вы Должны К ним Обратиться За помощью И Просить Это С вас Убрать Чтобы Получить Своего Короля Кубков Близкого Человека Это Можно Делать Только Через Высшие Силы Силы За Дорогой Откуп Десятка Пентаклей Очень Дорогое Пентаклей Перевернута Тогда Да Вы Будете Рядом Со Своим Близким Человеком Но Делать Это Или Нет Решает Каждый Сам Иначе Так И Останется Нелегко Чтоб Они Этот Откуп Приняли Колесо Фортуны Примут Через Что Примут Девятка Мечей Но Сперва Вы Очень Много Страдаете А Страдаете Вы Четверка Жерлов За Свою Семью За Свой Род Умеренность За То Что Они Нарушили Свою Умеренность В чем То Поэтому Она У вас Перевернута Вы Терпите Страдаете Потому Что Они Переступили Против Кого То Сделали Ему Непомерно Больно В Вашем Роду Поэтому Вам Надо Обращаться Двенадцатый Вариант И Решать С ними Это Вот Как С Человеком Реальность Вот Все Все